Добрый день, дорогие друзья! Приветствую в солнечном городе Крохти Анапа, а точнее в Джимоте, на улице Железнодорожной. Сегодня, по вашим просьбам в комментариях, мы сделаем большой обзор на Джимоте. Посмотрим, как готовится этот наш поселочек к сезону. Джимоте относится к Анапе, ну а самое главное его приготовление, то что здесь идут масштабные стройки, особенно в районе Джимотинского проезда. Вот одна из них, которая называется Сангарден, здесь строят у нас апартаменты, уже, по-моему, четвертый этаж выгоняет. Здесь на углу аквапарка Тики-Так мы видим, что приводят озеленение в порядок, также все окрашивается, готовится аквапарк тоже к летнему сезону, чтобы было все красиво и хорошо для вас. Это не может не радовать, потому что когда работы идут, значит, что сезон все ближе, ближе и ближе к нам. Вот так выглядит сейчас строительство апартаментов на поле за аквапарком Тики-Так. Уже много этажей выгнали, апартаменты здесь вовсю продаются, но это увеличит нагрузку, во-первых, на всю инфраструктуру. Анапе тут все поле до ЖД вокзала будет застраиваться и также на пляжах станет людей гораздо больше. Многие любили Джимоте раньше из-за того, что людей было гораздо меньше, но теперь придется немножко потесниться. Какую же стоимость в этом году обойдется посещение аквапарка? В прошлом году с дочей здесь были, ей понравилось. Как бы единственное, что еда не понравилась. Будем надеяться, что еда улучшится в дальнейшем. Здесь между аквапарком и детским парком развлечений Солнечный остров. Есть такой проходик и мы по нему двигаемся уже к Пионерскому проспекту, к Дематинскому проезду, к морям. Сам аквапарк внутри еще, бассейны не набирались. Можно увидеть, что все стоит пустое, но на деревьях уже появляются первые листочки. Это очень сильно радует. Весна приходит у нас, красота. Выходим в прогулочное место Джимоте. Здесь бы побольше тени в летний период. Довольно-таки жарко на этой плитке, но в вечернее время здесь собирается большое количество людей. Прокаты, развлечения, аниматоры работают. В общем, интересно смотрится. Но сейчас, возможно, вы даже не узнаете это место, потому что оно пустынно. Работает здесь еще один магнит напротив нас. И мы двигаемся в сторону пешеходного перехода. Как-то таки в Джимотинскому проезду. Лапочки летают, капустницы. У нас уже одуванчики, наверное, отцветают. Местами даже косят газоны. Здесь пока травка не так буйно растет. Хотя вот через кусты можжевельника, там, лунки, большие колосики. В летний период здесь возле аквапарка работает столовая. Отзывы, они хорошие. Я в ней ел неоднократно, поэтому могу ее вам советовать. Надеюсь, что в этом году ничего так же не изменится. Ну и приехать сюда вы можете на 114 и 128. Еще пару маршруток точно ходят. Но эта основная остановка называется именно Джимотинский проезд. Либо аквапарк Тики-Так. Туда дальше есть жилье от краски квартиры под сдачу. Это же апартаменты Пионерский. Называется. Можете посмотреть на авито, по-любому сдают. И у меня на канале было пару обзоров с прямыми номерами телефонов. Людей кто там сдает. Но гостиницы пока спят и видят сны о том, как вы все приедете и заполните их на гора. Принесете им как можно больше бабла. По пешеходному переходу. Миллионы человечек. И мы переходим по дарочку Джимоте-1. У нас заезжают машины. А с левой стороны расстояние краски есть для пешеходов. Здесь очень много машин сейчас стоит. Потому что идет строительство на этом проезде. Тут даже коммуникации меняют. Гранд Круиз стоит. В общем, два Гранда, которые находятся под вопросом. Потому что публиковалась информация о том, что по суду их обязуют снести. И как там это будет происходить, пока непонятно. Вот с левой стороны у нас идет строительство большого нового отеля. Хилтон называется. На месте бывшего автокемпинга происходит. С правой стороны кафе Полет. Многие, я думаю, здесь отдыхали. Раньше это было такое прям культовое заведение, которое находится на Джимоте. Сейчас много конкурентов появилось. И, в принципе, люди рассеиваются по всем местам. Но есть везде. Если где-то вы ели, пили, что-то покупали, отдыхали, пишите об этом в комментариях. Здесь мы видим, что новые ролеты появляются. Либо их просто реконструируют. Осталось без изменений. Закрыто. И до сезона ждет, когда же все здесь начнется. Тишина, спокойствие. Только строечка шумит. Масштаб, конечно, этого строительства и скорость меня очень сильно поражает. Очень большое здание за короткий срок. Возвели все бетонные конструкции. С той стороны уже фасадные работы идут у этого здания. Внутри там оставили сосны. Есть такая парковая у них зона. Я думаю, что к сезону они могут постараться и запуститься. Всякое может быть. Но будем надеяться, что в сезон мешать оно не будет. Потому что очень многие подписчики задают этот вопрос. Стоит ли ехать в район Джаматинского проезда? Не будет ли эта стройка им мешать? В принципе, я даже сейчас прогуливаюсь. Там какие-то работы идут. Но мне это особо не мешает. Конечно, гулять вокруг стройки это такое себе. Но каждый решает сам. Здесь по правой стороне несколько подряд столовых находятся. Тоже очень классные о них отзывы. Но сейчас они закрыты ролетами. И даже названий их нет. С этой стройкой радует, что вот эти ролеты первобытные, можно их так назвать, уйдут в прошлое. Возможно, появятся по первому тоже какие-то магазинчики. Но хотелось, чтобы была зона отдыха именно реализована. Как это будет, будем смотреть в дальнейшем. Уже с вами это будет ближе к сезону время подходить. Думаю, к 1 мая должно здесь все меняться. То есть через месяц увидим эти глобальные изменения. Вот если здесь понятно, да, тут номера отелей будут, то вот интересно, что вот в таким высоким потолком будет здесь находиться. И где вообще будут парковаться машины, которые сюда будут приезжать с людьми на отдых в этот отель. Вопросы, вопросы, но скоро мы на них узнаем ответы. А в правую сторону у нас на туристский проход можно пройти. Мы по нему будем выходить, потому что по пляжу прогуляемся до пирса. Здесь у нас белый пляж находится. Здесь Каро, тут самый Круиз, Шихан. Туда дальше Дивный мир называется. Еще у нас одна деревенька. И в обратную сторону. Просто, вау, огромнейший отель будет. Это, понимая, тут панорамное остекление. Выше понятно, что за это же, что здесь будет. Впишите ваше мнение, будем его слушать. Тут заборы тоже посносили. И такой в разрухе предстает этот джематинский проезд. Белый пляж, я так понимаю, что снес свой забор и начал здесь строить рулеты. Но что-то их строительство заморозилось. Возможно, после прошлых видео администрация как-то отреагировала. Хотя, может, и нет. Может, просто вот что-то они подкрашивают свои домики деревянные. Пока решили отреставрировать. Потом уже дальше двигаться. Ух, какой ветер у нас продувает с моря. Что-то мне прохладненько становится. Здесь Кручар находится гостевой дом. Это Мон Мишель и угловой еще. В ту сторону у нас еще расположены разные гостиницы. Самая большая там санаторий Эллада находится. Тут я смотрю, что место под сотовую вышку подготовили. Прямо перед самым пляжем. Справа маленькая Сириус называется. Это у нас гостиница без названия. Посмотрите, как выглядит наш пляж. И выход на джематинском проезде. Здесь, к сожалению, посмотрите, какой трэш на дюнах происходит. Битые бутылки. Мусор сложен. Вот на первой кучке песочка. Прям беда людей, кто это делает. В голове происходит. Ну и на пляже много всяких камушков. От всякого мусора. Это не от шторма. Это когда вот этот пляж ровняет белый песок. Он его оттуда от струйки своей сгребает. Будем надеяться, просеет и сделает пляж классным, песчаным и прекрасным. Как и должен он быть. А самое главное, безопасным. С левой стороны у нас пляж Джимайка, который построился на дюнах. Благодаря некоторым деятелям Манапы, которые там из-за угла снимали, им это удалось реализовать. Не получилось создать общественного резонанса. И теперь у нас вот строение на дюнах. Прецедент, как говорится, уже есть. Я думаю, что в дальнейшем таких прецедентов будет становиться больше. Людей много прогуливается. Туда дальше я смотрю, что Айрарий завалился уже совсем. В ближайшее время их уже Витязева добавляет и по другим пляжам тоже начнется. Доходим до моря. Море сегодня волнуется, так как южный ветер. Пришел сегодня. Купался с утра, кстати. Телеграм-канал, ребята. Подписывайтесь и посмотрите, как это весело и прекрасно было. Название телеграм-канала видите на экране. Также видеосюжет, в котором я залетал в море. Можете также посмотреть. Это было невероятно круто и классно. Море принимает на ура. Ну и, собственно, по утрам все температуры воздуха и моря появляются тоже в нашей телеге. Здесь с прошлого года остались вот эти металлические Айрарии. Пока все без изменений. Единственное, что повыкидывало много мусора. Сейчас я вижу, что уборочку уже сделали небольшую, но приплывают опять новые. Немного его сейчас здесь, ребят. Это самое главное, что могу сказать. И поблагодарить наш МУХ за то, что происходят уборки. Ух, пошел, красавец. Всегда хочется снимать красивые, чистые пляжи вам показывать, а не когда на них мусор. Честно, один раз я только снял возле Айры, в телегу выкладывал. И тут так и не выкладывал. Там было много мусора. И буквально там через день уже его поубирали. Поэтому спасибо нашим службам, которые держат наши пляжи в этом году в чистоте. Я не перестаю этим восхищаться. Очень плево все смотрится. Красивые перистые облака на Данапе. И море. С каждой волной все больше манит. Говорит, зайди в меня, замерь хотя бы температуру. Медленным шагом мы дошли до пирса. Пирс здесь в робитом состоянии. На центральном пляже пирс уже пытались починить здесь пока без изменений. Но шторма еще будут, поэтому этого делать особо и не надо. Температура воздуха у моря у нас 17,1 градус. И сейчас замерим, узнаем температуру водички. Вода не обжигает, по крайней мере меня. Довольно-таки комфорта не стоять. Особенно прогуливаться в шлепках одно удовольствие. Ну и волны одна за одной набегают на наши берега. 15,6 градусов. Стабильно днем поднимается почти на 2 градуса каждый день. Туда дальше находится пляж Феи-3. Дальше морская улица. До морской мы сейчас по джемоте, по внешнему контуру. И прогуляемся через туристический проход. Выйдем на Пионерский проспект, чтобы как можно больше интересного с вами охватить. Такой зигзаг у нас сегодня получится в прогулке. Вот по-честному скажите, в кайф босиком ходить по такому. Где и стекла, и камни, и мусор разнообразные. Видите, лежит стекло. То есть очень обидно, во что превратились дюны джемоте. Золотые пески. Джемоте все в стеклах, ребят, вообще. Смотрите, просто сколько их. Жуткая жуть. Я надеюсь, что мои ноги не пострадают. Уже сомневаюсь, зачем я полез на эту дюну. Нелюди просто, нелюди, кто это все сотворил. Самое интересное, что лица именно тех, кто делал это, не заказчика, кто делал, есть у нас на канале. Ну и мы поднялись. Здесь мы видим разбитую или разбиваемую стройку, которую должны снести в посуду. Но что-то это как-то медленно все происходит. А должны быть вот такие вот чистейшие, красивейшие наши дюна. Здесь деревьев сколько было. Эх, как вспоминаю, это сердце кровью обливается. Как можно было это все допустить, не остановить в самом начале. Очень обидно. Ну и вид с дюн на наше морюшко. Прекрасное и классное. А вид тут действительно великолепный. Можете увидеть растения на дюнах. Зелененькие, классненькие. Уже постепенно все кусты обрастают. Те, которые умудрились спастись и не погибнуть. Ну и в правую сторону еще вид на наши пляжи и море. В общем, бесценный берег, зарабатывающий для города миллиарды денег. И не берегут его. Вот как это понять? Вот почему так происходит? Пишите в комментариях. Ужасная картина. Сами жители Джимоте жалуются на то, что вот это вот все сейчас стоит в таком виде. И работы дальше не продолжаются. Порядки здесь не наводятся. Потому что они сами ходят на море. И такой вид совершенно не радует. Обидно, конечно, что так происходит. Ждем, когда вмешается администрация, прокуратура. И заставят все это довести до ума. Потому что бетонный вид конструкции не трогают. Разбивали чуть блока, чтобы сделать вид, что работа идет полным ходом. Наверное, надеяться, что сохранят это здание. Дальше вот через такой узенький проход мы проходим на Джимотинский проезд. Хотя тут частично адреса Пионерского проспекта. С правой стороны уже по ходу ремонтные работы в столовой начались. Здесь магазин вина и свежая выпечка была, по крайней мере, в прошлом году. А вот это уже дорожка к туристскому проходу. Здесь, допустим, гостиница Черноморская есть. Туда дальше мы могли бы выйти на тот проезд, Джимотинский, с которого начиналась наша прогулка к морю. А здесь у нас еще Эмиральдика. Отель имеется. Такой большой тоже на первой линии. А это база отдыха Анапская. Называется. Пеневский проспект 81D. Это вот потому, что я говорил. Как правильно называть этот проезд? Большой вопрос. Просто потому, что адресация здесь у всех абсолютно разная. Был небольшой дождь в Анапе из-за того, что здесь нет ливневой системы. Вообще никакой. Тут стоят лужи. И именно в потоп здесь эти места тоже затапливал, к большому сожалению. Прямой у нас проход в Фею Третью. Здесь еще несколько небольших гостевых домов имеется. Здесь раньше у нас была коррекционная школа. Не знаю, хотели переносить, перенесли или нет. Тут какие-то тоже работы ведутся. Дети там есть, значит, она еще работает. Все хорошо. С левой стороны тоже Сан-Виль, где здесь ты, Приморский. Курортный отель. Большая территория у них. И недалеко от моря находится. Очень радуют меня деревья, которые все больше одеваются в зелень. Эти листочки распускаются потихонечку. Справа уже полностью зеленое фруктовое дерево. Джаметинский впереди. Тут без подписи. К большому сожалению, все. Тут проезд престижный 28. Адрес. Тут прям очень интересно по нумерациям. Разные проезды пересекаются. Но это вот проход на туристический проход. То есть тут ни машины, ничего не проедет. С левой стороны тоже гостиница. Здесь подписчики мы отдыхали в прошлом году. Называется на курортный отель. Две звезды. Вот так вот. Приморский отель. А то все к ним относится. Теперь территория на престижном 13. Вот этот комплекс домиков. Гостевой дом Престиж. Здесь у нас тоже отель. Но без названия и номера. Не вижу его. Престижный перелог 9. И здесь у нас Приобье. Называется гостевой дом. Хороший комплекс. Там бассейн у них крытый, открытый. Престижный 11. У него адрес есть на обзоре на канале. Можете посмотреть. Столовая хорошая. Тоже своя. В прошлом году обзорчик. Так что свеженький. Там два корпуса. И очень хорошие номера. Мне понравилось. И вот мы вышли уже с Престижного на туристический проход. Это если вы хотите ориентироваться по карте. Где мы проходим. Тут тоже в коррекционной школе проход в ту сторону. А здесь выход на Пионерский проспект. Тут еще вот такие вот трюки есть. И еще один большой гостевой дом. Из деревянного бруса собранный с левой стороны на слава героям. Памятник великитой отечественной войне. Но это уже Пионерский проспект. Чотель-Прованс. Там находится столовая рай. Очень знаменитая и интересная. С левой стороны у нас расположена ванилька. Кафе. Здесь видите какие-то перестроения. Начались к сезонам готовить территорию. И что-то будет уже по-другому в этом сезоне выглядеть. Будем смотреть и следить за всеми изменениями. Ванилька у нас кондитерская довольно-таки популярная. Работает круглогодично. Ну вот форма одежды людей, которые здесь ходят. То есть свитерок. И комфортно и хорошо можно гулять. С правой стороны частный сектор. И отели тоже в джимоте расположены. С покатушечки рассказывайте. Ну вы знаете, я доехала аж до Катрана. Ага. И сейчас обратно. Сейчас обратно. Вот одно отделение потратило. Ну это прям прекрасно. Приглашайте гостей к нам приезжать. У нас погода классная, но вы что-то пугаете. И шапка, и куртка, и свитер. Я уехала, я в 12 часов поехала. Внучку повезла в школу, на бассейне. И оттуда сразу поехала. Но было еще прохладно, поэтому я не разделась. Понятно. Хорошего дня вам. Привет я передаю Сургуту своему родному. Я же Сургута. Так вот, Нижневартовску привет. И сыну нашей подписчицы, который еще не переехал, тоже большущий привет. Здесь трава понаросла, но ее пока у нас на Пионерском проспекте не скашивают. Это радует. Одуванчики, красота, сосенки. Здесь по левой стороне одни торговые павильоны. Здесь сейчас все замурованные и ждут следующего сезона. Печально, когда превращаются прогулочные зоны в торговые ряды. Хотелось бы, чтобы не коммерция была, а наоборот какие-то красивые изгороди живые. Но, в большом сожалению, деньги в нашем мире пока еще решают слишком много. Летний период этот магазинчик очень популярен. Сейчас что-то не работает пока. Стоят лавочки. Мусорки, кстати, оставили. Поэтому спасибо, говорим тем, кто за ними следит. Мусорки не переполнены. И вокруг на газонах чистота. Нигде ничего не валяется. Мы идем напротив отеля Джимоты. Такой красивый ковер из цветов. Ох, прям вах-вах-вах. Воробушки. Весна. Черника. Прям радуюсь сам всему тому, что вокруг меня происходит. В итоге, кстати, отеля Джимоты. Вы знаете, какая желтенькая форзиция зацветает. Сейчас она у нас в Анапе будет перебивать все остальные растения. Хотя вот в Телеграме нам подписчики присылают огромное количество цветов, деревьев, цветущих. Это восхитительно. Присоединяйтесь к ним. Присылайте тоже красоту. Особенно если вы в Анапе. Будем рады вам. По прямой у нас Уральский проезд. Там находится Фея 2 и несколько гостевых домов частного сектора. Здесь, с правой стороны, пансионат Уральский самоцвет. Я предлагаю сквозь него пройти. Чтобы по Уральскому проезду не ходить, там ничего особо показывать. Здесь вот через Уральский самоцвет будет интересно посмотреть, какие изменения есть. Ну вот вывеска на Фея 2. Туда вправо пошла улица Ростовская. Здесь торговые павильоны. Я смотрю, что сдаются в аренду номера. Висят телефонов. Приглашают вас вложиться в их бизнес. Вот в этом месте на остановке находится шашлык. Здесь его очень хвалят. Постоянно очереди. Так что если вы в Джамате отдыхали, пищите, пробовали вы его здесь или нет. Понравился вам или нет. Мне будет интересен ваш ответ. Я пару раз приходил и постоянно в очереди надоедало стоять. Так я его ни разу не попробовал. С левой стороны за заборами были у нас аттракционы. Сейчас их здесь нету. Такая пока пустота. Интересно, в этом году приедут обратно или что-то будет другое здесь реализовано. Сколько много птиц. В ощущение, какой-то птичник попал. Прям поют на все голоса. В этом месте у нас через уральские самоцветы. Пароход реализован к морям. Тут вообще, я смотрю, идет подготовление к сезону. Многие ролеты открыты. И мы через уральские самоцветы попадем на улицу Морскую. Посмотрим, как там пляж. Некоторые, кстати, аттракционы остались здесь стоять. В правой стороне большая парковка. В прошлом году здесь тоже всякие машинки стояли. Оттуда, кстати, торговые павильоны поубирали. То есть их там уже не будет в этом сезоне. Ну а здесь будем, как говорится, смотреть и видеть, что здесь понастроят, понаоткрывают. Как говорится, нам, в принципе, это все очень интересно. И ребята роль ставницы проверяют, работают они или нет. Ну, пока тишина и пустота. В туристах никого не видно. Одни только рабочие ветки что-то тут мастерят. Этими ролетами находятся разнообразные гостиницы. Вывисок у них, к сожалению, нет. Что печально. Тут тоже что-то делают ребята к сезону. Готовятся. Плитку подразбили. Надеюсь, ее тоже поправят. Потому что сейчас, конечно, вид такой непрезентабельный этого прохода. Я уже начинаю жалеть, что пошел. Сюда такая небольшая антиреклама. Тут коммуникации какие-то прокладывали. Вот здесь или домики будут строить, или еще что-то. Мы прям много таких помостов однотипных реализовали. В общем, территорию постепенно осваивают. Здесь построили или кафе, или еще что-то. Ну, в общем, посмотрите, сколько изменений на одном уральском проезде получилось. То есть деревянные дома, здания тут заменяются уже бетонными конструкциями. Здесь столовая. Тандерхаус. Помните, у нас здесь лодочкой из Абхазии. Можно сказать, потому что Абхаз сделал, угощали. Было тоже вкусно. В этом месте у нас шашлычник знакомый работал. Ну, в этом году пока невозможно сказать, кто где, что и как будет. Потому что неизвестно, кто где, что взял в аренду. Grand Sea называется с правой стороны гостиница, которая тут находится. Такая серенькая. В принципе, тоже красиво смотрится. И мы заканчиваем всю прогулку по уральским самоцветам. Выбираемся на улицу Морскую. Есть такие вот, сейчас сама, наверное, домик правильно назвать. Вот, зима-то, это большая редкость. Везде уже гостиница вместо этих домов. И вот тут он почти один остался, потому что там перед пляжем еще есть один. И выходим на улицу Виноградную. Меня спрашивают, что не показываете? Показываем. Довольно-таки часто здесь гуляем по Виноградной. Ну и, собственно, вот она оттуда начинается. Начинается и в ту сторону идет. Отсюда мы видим первый проезд. Изменений каких-либо на ней, ну, от слова, совсем нет. Все, как было в прошлом году, так и осталось. Мы же сейчас по морской дойдем до моря. Бон аппетит. Столовая с правой стороны. Ее дегустировали. Одно из, наверное, интереснейших заведений. Это вот это. Называется Рыба и дым. Тут ребята сами коптят рыбку. Вкусняшки разнообразные готовят. Я у них раз был. Мне понравилось. Ну и вокруг частный сектор гостиницы. Гостевые дома находятся и ждут вас в гости, дорогие друзья. Как полностью тотальная застройка здесь. А когда-то были маленькие такие же саманные домики. Вилла Котальпа. С левой стороны здесь и домашнюю кухню предлагают. Вот, кстати, на месте бывшего домика саманного, который подтапливал, наверное, что-то появится, потому что его снесли. Не осталось ничего. Даже какое-то благоустройство сделали. Вот так вот, ребята, территория преображается. Плюс или минус узнаем уже позже. FireFood с правой стороны. Магазин продукты. Ну и еще частные гостиницы. Сейчас дюны крайне низкие здесь на джемоте. Может, их раскапывали. Был небольшое тут подтопление. И, возможно, реализовали наконец-то туда какие-то трубы, чтобы вода уходила. Я, честно, не видел, было это или не было. Ну, что-то такое похожее здесь сделано. И труба какая-то внизу имеется. Будем надеяться на лучшее, что будет все работать. Больше разрушаться эти дюны не будут. Видите, сколько деревьев из-за прошлых подтоплений на дюнах погибло. И высота песка. Здесь, наверное, метров 7-8 вверх уходит. То и того больше. Вот, 4 этажей. То есть метров 10 точно есть. Особенно вот с правой стороны. И поднимаемся на этот брусфер, который сделали, чтобы шторм не заходил на улицу морскую. Ребята что-то снимают с правой стороны. И опять, здравствуй, море. С левой стороны пляж Фейд, чтобы вы ориентировались. И вот пирс. Там видно, где мы с вами были. Ну, а здесь наше море. Манящее и прекрасное. Ну и дюна джимоте, пытающиеся выживать под натиском человеческим. Кстати, вижу отсюда кайтеры раздают в море. Хоть сам иди катайся. Ну, там у нас называют, ребята, сектанты. Это те, кто на гидрофойлах катается. Не как мы на досках, а с подводной такой вот лыжи. У них меньше сопротивления, меньше ветра надо для каталочки. Ну и панорамочка в обратную сторону. Как вам вид? Люди гуляют хорошо у нас в Анапе, в джимоте. Ужасно выглядят дюны на первом проезде. Особенно вот эти вот заборы заваленные. Здесь тоже песканами его забор. Вот этот вокруг траба пострадал тоже немножко. Ну и люди здесь присутствуют. Туалет покосился. Вот за туалетом от ветра прячется парень в одних лавках. В кепочке загорает красота. Ну вот так вот сейчас выглядит первый проезд. Я показывал на днях, как море заходило во время штормов в джимоте. Сейчас, в принципе, все спокойно. Ну вот панорама на весь пляж. Джимоте первого проезда. Вот такой вид сейчас. В своих городах, у кого там сейчас похолодание, позавидуете. Я думаю, человеку, как он сидит, загорает у нас на юге. Тут страшное зрелище. Опять все разбомбило. Придется заново делать все эти настилы. Но хотя бы мусор весь пособирали в разрушении. И поподнимали наверх, чтобы его дальше не разносило и в море не уносило. Это радует. Это зона отдыха с левой стороны. С правой стороны забарикардированный ресторан Краб. Это все прямо на наших дюнах находится. Грустинка и печаль, конечно, таких видов. Но море не щадит. Никакие человеческие постройки, особенно если они сделаны из дерева. И приходят устанавливать свои права. Столовые сейчас, кафе тут и торговые павильоны все закрыты. Ждут следующего сезона, когда он начнется, чтобы уже в полной мере заработать. Какие изменения нас ждут, тоже мне интересно. Потому что понятно, это всегда только где-то в середине мая открываются ли те же арендаторы. Или приходят новые. Часто просят показывать ее вот сюда, направо проезд. Вот он сейчас в таком состоянии. Тоже ждет вас всех, когда вы сюда поприезжаете. Морской бриз, гостевой дом с левой стороны. Вот здесь новая столовая. Дальше столовая полянка находится. Новая столовая, в общем, столовая на столовой. Проблем с едой в джамоте нет. Здесь налево называется юбилейный тупик, на котором постоянно, ну, в принципе, как и сейчас, стоит вода. Отсутствие ливневой системы. Друзья, с левой стороны фея первая находится в территории. Но это у нас гостевой дом Астон. Тоже ждет своих гостей и мега популярен среди наших отдыхающих. Просто-таки въезжает кто-то фея первая. Дальше у нас тоже много разных, очень-очень, не подзадавили. Общепита мест. Справа стороны тут ребята фрукты, овощи продают. В общем, только на воспоминаниях живем. Потому что пока ничего не работает. Вот тут, смотри, сейчас аренда. Нет, смотрите, написано, требуется продавец. Походу, ребята к себе набирают продавцов. Потому что, говорю в прошлом году, что он наторговал уже на гостиницу. И все, последний год у него закончился. Теперь будут, наверное, ставить какого-то реализатора. Тут столовая. Тоже мы делали обзор под гостевым домом Коста-Альта. Ну и улица Виноградная в обратную сторону. Улица Морская. Сейчас вот в таком формате. С левой стороны база отдыха здоровья. Тоже все замурованное. И столовая рядышком с ней. Ну а по правой тут частные гостинички находятся. Все это первый проезд джимотэ. С правой стороны гриль-бар. С левой стороны жар-пицца. Шейх-парфюм. И гостиница Сибирь находится. Также здесь ребята готовят узбекскую кухню. Она очень давно работает на джимотэ на первом проезде. И тоже имеет своих поклонников. Я сам самсунг их пробовал. Мне, честно, очень понравилось. Здесь Срутика Суши называется. Раньше какое-то другое было заведение. Но тут столовая Б-52. Пишите ваши отзывы обо всех местах, где мы с вами бывали, что ели, пили, отдыхали. Нам будет интересно услышать ваше мнение. Улица Песчаная. В ту сторону до Уральских самоцветов она идет. Вот с правой стороны гостевой дом Ева. Который сегодня с утра выходил у нас обзорчик. Правда старенький. Но по гостинице там все понятно. Там без изменений. А в ту сторону у нас Юбилейный находится. Отсюда мы его тоже можем видеть. По улице Песчаная. Ну, тоже глобального перестроения никакого я не вижу. Думал пройтись. Но если там ничего не меняется, чем ходить. Смотрите старые обзорчики. Там все, как говорится, по улице этой имеется. Ну, а дальше магазины. Столовое кафе. С левой стороны торговые ряды. Отошел подальше от моря. Так тепло, хорошо становится. Возле моря все-таки гораздо прохладнее. Плюс солнце в спину. Прямо аж прижигает. На черную футболку. Коктейли делала девушка, которая собирала себе на грудь. Я помню этот момент. Как мы туда зашли. Другой, да ладно. Даже денег ей подкинули. Не знаю, сверчилось у нее или нет. Ну, и здесь тоже еще. Всякие сувениры. Фрукты, овощи. В общем, все как всегда. Пока закрыто. Ждет сезон, дорогие друзья. Передаю привет ребятам, которые работают тут на фруктах. Вечно общительные, классные. Интересно, они на гостинице, они на торговали еще. Ну, отсюда видим кафе Клин. В этом году, не знаю, как угловое будет заведение заниматься. Тут дальше пятерочка находится. Дальше у нас магнит косметик и обычный магнит. Вот такие здесь виды и изменения, друзья. Ну, точнее, никаких. В принципе, тоже все ждет сезона. Мы дальше в Паджимате идем уже до гостевого проезда. Посмотрим, что там есть по пути. У нас с левой стороны частный сектор, с правой стороны большая такая вот гостиница. Такие интересные у нее номера, там местами двухуровневые даже. Видно, вот эти там перегородочки сверху, спальня снизу. Место, где можно отдыхать более весело. Ну, здесь все сдается, ждет сезона, когда вы поприезжаете. Тут торговые ряды, ряды изменения. Доходим до самолетика имени Гулаева. И проезд в ту сторону одноименный. Здесь на нем вначале находится гостевой дом Ява. Большой гостиничный комплекс. С правой стороны у нас водонапорная КНС стоит, которая как раз-таки с Витязева прокачивает все отходы воды, так сказать, канализацию, в общем, в сторону Анапы. Просто многие спрашивают, а вот Витязева, куда она воздевается? У многих септики, но те, кто подключены к центральной канализации, взять вся жемчужина России, у нас там вот наша пятиэтажка, то все качается именно в Анапу, начисленные сооружения. А Витязева прямых сбросов в море нету. Это для тех, кто прям не уверен в этом. Трубы, как тащат по Кренерскому проспекту, коммуникация, которая новая, здесь прокладывается. Мы доходим до юбилейного. Он у нас есть на обзоре, друзья. Здесь частный сектор заканчивается. А вот по левую сторону в прошлом году, после реконструкции, или, правильно сказать, восстановления, открылся детский лагерь юбилейный. И первых детей я снимал, как они здесь радовались, веселились. Дай бог, чтобы дальше все развивалось, этого пансионата, как можно больше деток приезжали к нам. Потому что, как смотришь территории, то же самое ракеты ушли под пансионат Onclusive. Это тоже был детский лагерь. Хочется, чтобы все-таки Анапа была детским курортом. У нас много детей в России, которые нуждаются в выздоровлении, поддержании здоровья. Анапа – это лучшее место для отдыха детей. Юбилейный очень классный получился. Еще раз говорю, смотрите на канале по поиску. Есть у нас на него обзор. Но здесь такая сосновая роща, в которой очень приятно, особенно сильную жару, прогуливаться в джемоте. Вот таких мест на Пионерском проспекте хотелось бы как можно больше. Потому что они создают более чистый воздух. И плюс питанциды от сосен оздоравливают также. Причем вот эта часть юбилейного, которая открылась, это была первая очередь. Ну а дальше здесь еще грандиозные планы. Так, мне примерно раскидывали, что хотят, вторую часть его и как восстановить, чтобы он стал вообще круглогодичным. Сделать там даже подогреваемый бассейн для детей. Но сказали, в дальнейшем, как все сделаем, покажем. Забирать вперед не будем. Косят траву, а я обожаю аромат скошенной травы. Это фантастика. Как тут вкусно сейчас. Вот видите, каркас строят. Возможно, это будущий бассейн с подогревом будет. Такая сочная трава, прям уф. С левой стороны у нас Петроградский форт. В прошлом году его тут пытались закрывать. Интересно, конечно, что в этом году будет. Будет ли он функционировать, работать или опять будут наших подписчиков там выселять. И говорят, что пора съезжать. Есть видео на канале. Если у вас есть информация по нему, то пишите. Слушайте, здесь трава сантиметров, наверное, 50 высотой. Хорошо, но в этом месте в джимуте растет, наверное, влаги прям предостаточно. С левой стороны мы доходим до торговых площадей, но здесь у нас кафе-столовая придорожка называется. Если ели где-то здесь, то пишите обязательно. Я в придорожке, честно, ничего не пробовал, но раньше мы ели тут в секретной столовой. Сейчас у нас два года не работает. А вот туда, по гостевому проезду. Находится столовая номер 7. Ее хвалят, и там я ел. Очень вкусно, мне понравилось. Дальше еще одна там столовая. Тут магазин круглогодичный, круглосуточный работает. Ну, а тут по гостевому проезду проход на пляж. Собственно, эта территория пока никак не меняется. В предыдущие дни, когда я ездил здесь, напротив вот этих вот славиц мороженого, варечков, работал один из торговых павильончиков. Сейчас что-то абсолютно все закрытое. Тоже большой вопрос, будут ли они в этом сезоне работать. Отсутствие мусора приводит к тому, что люди выпивают и вот так вот все оставляют. Потому что на проезде есть тоже отдыхающие, там гостиниц выше есть много. Но эта инфраструктура здесь в межсезонье отсутствует. Ну, хоть скамеечки есть, на которых можно посидеть. Все, так что закрыто и ждется следующего сезона. На правой стороне тут вывеска детский парк. Тут глубже находится Динамо 2. Белый Лебедь гостевой дом. И следующая гостиница Скайбридж. Без комментариев, это трудно. Скайбридж гостевой дом. Прямо Динамо. Через него летнее время был проход на море. Там сейчас будут какие-то работы, что-то делают. Бетонируют площадочку. Наверное, появится какое-то еще кафе. В общем, тут проход разделялся на два. Кто-то по прямой шел, кто-то туда. И чем классно, что здесь были многомойки сделаны от песка. Люди прям кайфовали от этого. И я вместе с ними. Пока ни один из павильонов не открыт. Аренды вроде тоже не вижу. Ближе к лету будет понятно. Хотя, говорю еще раз, уже видел открытые работающие в этом году павильончики. Тоже завалено все песочком. Я смотрю, что проход расчистили. Он был тут ветром сделан. Сейчас его расширили. Но вроде бы и здесь деревья не вижу, чтобы страдали в этом году. То есть, более культурно все сделали. Потому что торговых павильонов, возможно, не будет. Вот одна ногомойка слева была. И здесь вправо. Сейчас тут все загорожено, чтобы песок не летел на территории Динамо. Такая панорамная съемочка, выход непосредственно к пляжу. Хотя, вот, с левой стороны все-таки деревья под корнища подрезали. Печаль. И обидно. Жалко деревья. Если погибнут эти, они держат песок дюны, чтобы они разлетались. Читаю комментарии, пишут люди. Ой, потом, если ваши пляжи сдует, там размоют, приедут трактора, насыпят песка. Мне вот всегда интересно, а где столько песка возьмут? И даже если сделают, это будет как на центральном пляже совершенно другой песок. Не вот этот великолепный, кварцевый, рассыпчатый, прекрасный, классный. Ну, допустим, речного понавозят. И что это будет? Совершенно уже не та Анапа. Поэтому надо беречь то, что имеем, а не думать о том, как потом решать вопросы. В общем, проход пробили. В этом сезоне здесь тоже. Выходим на сам пляж гостевого проезда. Он здесь широченный. Вот именно отсюда начинаются именно те самые широкие пляжи. Видите, Зива, Джимате, тем, что славятся эти места. Вот там, где мы были, с левой стороны первый пресс. Видите, какое сильное сужение идет. Как мало там берега осталось. Ну и море манит и зовет. Говорит, приди ко мне, пожалуйста. В обратную сторону панорамочка. Люди с детками поприходили. Отдыхают, загорает. Красота. И пляжики чистые. Вот это меня больше всего радует, друзья. В море 15,6 градусов. Позволяет вообще по нему прям прогуливаться босичком. Даже если вы не купаетесь по весне, то гулять вполне себе может позволить каждый. Погуляли. Вышли на сухой песочек. Ножки прогрели. Под солнцем сегодня песок тоже разогрелся. День, когда у нас было 27. От песка вечером прям как от жаровни шел такое. Очень-очень теплый. Жар, ровный, классный, прекрасный. Ну, удовольствие на максимум. Вот там прикол, ребята, в халатах, на дюнах. Галушом в шортах. Красота. Это бескрайние песчаные пляжи Анапы. А также есть еще бескрайние каменные пляжи Анапы. В общем, Анапа многообразна и прекрасна. Приглашает вас на отдых в 2024 году. Обязательно приезжайте. В ту сторону у нас Сибур-Юг. Речка Можипсин. Дальше Лазурный берег. Парус Селена. Жемчужная Россия. Недалеко до них. В ближайшие дни мы туда тоже прогуляемся. Ну, а туда все пляжи в сторону Анапы. Здесь у нас кривой проход. Море мы можем в этом видео сказать до свидания. Но от Джамате мы еще не прощаемся. Пойдем посмотрим кривой проход. И будем возвращаться в обратную сторону, но по левой стороне. Я думаю, думал, что девушки делают. Она ракушки ходит, собирает. Вот так вот. Если еще ракушку не найдете, она виновата. Как классно оставлять следы на песке. Босиком. И кривой проход. Тут тоже деревья уже потихонечку одеваются листочками. Я жду, когда зацветет лох серебристый. У него очень сладкий аромат. Ну, вот так вот выглядят дюны на кривом проходе. Здесь их не тронули. Надеюсь, не пока. А вообще в этом году бы оставили без изменений. Было бы очень хорошо. Зеленеющие дюны здесь тоже. И хотел еще подняться наверх. Блин, там мужчина что-то собрался делать. Разделся, короче. И показать вам пляж сверху. Очень красиво. Ждем зелень. Ждем оживания всех этих дюн. Ну, и идем на кривой проход. Пансионат Заровеста встречает нас с вывеской. А выход в город, интересно, конечно, налево. Здесь все вот в таком формате. Дерево завалилось. Мы его подубрали. Вот как раз-таки прошлый снос и дюн привели к тому, что одно из деревьев засохло. Здесь стоит невероятный аромат от цветов, зелени. В общем, красота. О! Вот этот звук, как будто беспилотник летит с собакой. Что-то как-то страшно. Это вот реномантия выглядит. По беспилотнику передал данные 112. Надеюсь, что поможет. Может быть, это наши ПВО проверяют. Я точно не знаю. Но в любом случае, будьте бдительны. Всегда сообщайте нашим службам об этом. Здесь у нас, смотрите, дерево. Шмель летает. Даже не пчела. Шмель опыляет. Похоже даже на черешню, наверное, что ли. Здесь у нас были торговые ряды. Мы их полностью посносили. И сделали забор. И здесь идет тоже перестроение. Мало устройства территории. Там какие-то домики появляются. То есть ее расчистили. Это нечем будем смотреть. Там будет происходить, кстати, с руководителем этой территории. Тоже познакомился. Будем надеяться, что у них дальше все будет получаться хорошо. И одно из таких тоже лучших мест для отдыха. Прямо на берегу моря. Желаем им только в хорошем ключе развиваться. Выходим с этого парохода Кривого. И попадаем уже непосредственно к Лукоморью. Гостевой дом. С этой стороны у нас Дюны Золотые. Называется вот эта вся база, которая была. То есть там домики. Территорию тоже как-то приезжал. Фотографировал подписчиков там отдыхали. Ну им там понравились такие бунгалы двухэтажные. Здесь шашлычки жарили. Дальше чуть-чуть овощи и фрукты продавала тоже моя подписчица. Каких-то глобальных изменений, кроме вот на той базе, с правой стороны, здесь нет. Отсюда выходим на Пионерский проспект. С левой стороны Фея 3, там Кисмет бар. Есть здесь Олимпийская деревня. У них какое-то перестроение есть. Новую зелень завозят по прямой. Пункт полиции находится. С правой стороны курортный отель Олимп. Ну и с левой стороны, если смотреть на Витязево, по Пионерскому проспекту, мы сейчас дойдем к Джимоте. Ну а там дальше перейдем на другую сторону. Здесь тоже работали разные бары. Магазинчики здесь работают. Ребята кайфуют. Точнее, магазинчики не работают. Олимп тоже должен в скором времени запуститься. Он у нас работает по системе. Все включено. И вилла Валерия. Ну вот раньше она входила в состав. Олимпочтятся, честно, даже не знаю, как там у них это все работает. Продуктовый магазин. Этот открыт. Значит, здесь по самому проходу подзакрыто все. Потому что покупательная способность у людей, которые здесь живут, она есть. Но их не хватает на каждый магазин. А в летний период все торговые точки, все магазины, все откроются и будут работать. Дегустация. Спасибо большое. То есть у них, видите, работа идет круглогодично. Даже если сейчас приедете с вином, проблем 100% не будет. Устовая чайка тоже хорошее местечко. Снимали на обзоре. И по прямой здесь жарим, варим. Тоже делают навесы и продают чашлыки. И разные общепития. Ну, в общем, мест поесть в этом райончике Джаматэ тоже предостаточно. Уже не говорю про то, как вы туда вверх подниметесь. Куча гостиниц, куча столовых, кафе. А вот здесь какого-годичный круглосуточный магазин. Да, сейчас работает. Кстати, озеро работает. Рыбки там плавают. И вас зовут на отдых. Красота. В этом месте, наверное, один из известнейших. Это Рябинушка. Дальше там и Курский соловей есть. Еще очень много гостиниц. Здесь раньше был, наверное, один из самых популярнейших клубов. Казанова. Ну, потом что-то его слава затихла. По крайней мере, сейчас уже не пользуется такой бешеной популярностью. Хотя люди там тоже летом сидят. Ну, вот мы видим коммуникации, как раз-таки, которые прокладывают. Еще одно дерево цветущее. Небольшое. Здесь, кстати, растет черешня. У меня уже листочки появляются. Бесплатно? Приходи, ешь. В санаторий Аннапа. За большим забором это у нас ведомственное заведение. Ну, и вот такой вот проход по левой стороне. У нас Ас-До-Явы. Вернулись мы к самолетику Гулаева. Здесь гороскоп проводят. Так, наверное, под коммуникацией. Смотрят, чтобы ничего не повредить. Ну, а на Яве идут ремонтные какие-то работы. У меня рука работает. Радует в этом году, что на клумбах амброзия пока не растет. Деревья высажены. Не хватает только в этом сквере джемоте лавочек и мусорок побольше. Вот возле магнита, кстати, одна большая мусорка стоит. Пятерочка. Кстати, а я думал, лавочки такой-то мужчина там сидит, поет со стульчиком. Прикольно. Ну, и доходим до всех кафешек. Теперь мы их посмотрим не с той стороны дороги, а уже гораздо поближе. Здесь остановка в сторону Витязева расположена. Интересно, конечно, что в этом году будет за ресторан здесь находиться. Столовая обычно там работает. Ну, и здесь у них тоже была зона со столиками. Кофейня в этом году. Буфет-причал не работает. В принципе, такая тишина. Джемоте по именно каким-либо заведениям. Здесь у нас Клин. Тоже ждет сезона, открытия. Я думаю, что и вы вместе с ним. Ну, и есть лавочки. Тут это радует. Клин, за это спасибо. Вот это заведение открыто. Я все их названия не помню уже. Наверное, готовятся к открытию. Они, кстати, вот эти два кафе открываются всегда в первую очередь. Будем смотреть и ожидать. Ну, все остальное. С кучей аптеки. Я постоянно смеюсь, их сколько здесь на одном квадратном метре. Что говорится, какой сейчас выгодный бизнес. Аптеки. Потому что их здесь очень много. Здесь кафе «Сказка» находится. Дальше пиццерия. Там все стоит, ждет следующего сезона. А здесь вот кафе «Южная ночь» тоже. Открыли трассе. Это уже во всю сезон. Ребята готовятся. Интересно, в этом году «Хинкане» здесь останется. О, наши люди. Я думаю, что да. Тут изменений нет. Все замерло. В ожидании следующего сезона. Ну, а здесь коктейли американец сделал. Ему, кстати, соболезнования. Он говорит, у него в газе погибли родные его. Ну, я думаю, летом он сам все расскажет. Вот это место мне нравится. Очень красивые дюки оформлены. И розы здесь невероятно красивые. Цветут. Но пока только зеленые пустыки. Торговые павильоны. Мы сейчас, кстати, против уральских самоцветов находимся. Тоже не работают. Тишина и спокойствие. Только птички поют джемоте. И нарциссы цветут. Их здесь только много. Желтенькие, зверенькие цветочки. Собачки отдыхают на солнце. Здесь кубанские. Ну, и мотоцикл пролетает мимо. Эх, куплю я себе когда-нибудь мотоцикл дает. Да, прям что-то вот меня подмывает с каждым годом. Все больше и больше потихонечку кататься. Чтобы в пробках не ставят. Потому что пробки все жестче в Анапе. Тоже очень красивые клумбы сделано. Благоустройство. Пивной магазинчик с левой стороны. И дошли мы до улицы Ростовской. Там в глубине находятся гостиницы, базы отдыха. И аж до Симферопольского шоссе. К железному дорожному вокзалу даже можно пройти. Тем более, там теперь есть тротуар. Сотовые вышки, возможно, или ремонтируют, или только подключают. Но, по крайней мере, видим, тут ребята работают. Больничем, наверное, сотовая связь должна еще улучшиться. Вышка, получается, Билайновская. И если вы приезжаете в Джимоте, в центр сюда куда-то, я думаю, Билайн здесь должен работать восхитительно. Пользуйтесь. Вот эти вот обычно, раньше все хлоречки открываются. Но сейчас что-то и тут тишина. Тут везде частный сектор, тоже все сдается. Можно в любой домик приезжать на отдых. Ищите их. На Авито я обзоры не снимал. Только на потопах, когда были, по дворам ходили, что-то смотрели. Какую красоту я нашел. Не знаю, по газончику, чтобы не ходить. Вот так аккуратно по плиточке. Так, так, так. Что это за цветы такие? Я даже таких не знаю. Кто вы? Пишите в комментариях. Ребята, будет интересно. Еще один Alcomarket работает. Тоже приглашает вас. А, кушат их продукты с градусами. Что-то вообще пить. Столько нет. Сколько работают алкогольных магазинов. Пошел в обычный магазин за едой. А тут уже закупаешься чем-то другим. А местами есть вот такие обычные дома. Но тоже так гостиница. Все сдается. Пользуйтесь номерами напрямую. Как говорится, для вас. Маки, по-моему, она называется. Невский проспект 40А. Туда тоже проезд. Но здесь идет подготовка к сезону. Плиточку укладывают, ребята. Все. Там отвечают уже на наружную плитку. Дальше аптека находится. Потом пиццерия. И следующее тоже. Здесь что-то вкусное. Радость, ребята, от того, что сезон все ближе. Все больше деревья у нас листиками покрываются. Вот у нас столовая. Так, интересно. Но здесь пока без изменений. Все законсервировано. Еще очень долго до сезона. Поэтому, я думаю, ее и не готовят. Ну и дальше все столовые и заведения не открывались еще. Хотя вроде бы тепло, но людей нет. Поэтому, друзья, не знаю. Скоро-скоро все будет, но не сейчас. Интересно, вот как эта машина называется. Столько новых китайцев появилось, что я даже не разбираюсь, что это за машина. Очень приятно идешь, когда все округ чисто. Прям так вылизаны, можно сказать, розочки высажены. Туи, видите, погибают. Другие деревья надо сажать. Туи тени не дает. Тут кондиктерская, магазин продукты. Думаю, тоже откроют все к сезону. Мы дошли до роты ДПС. Кстати, там кофе можно попить. Круглогодично работает эта точка. Слушайте, вот сколько ездил, даже с дороги не замечал. Новая остановка, ребята. Офигеть. Джимотэ напротив роты ДПС. Здесь тоже с левой стороны у нас развлекательные заведения. Там парк аттракционов. Собственно, то место, откуда мы сегодняшний обзор и начинали. Ура! Большой круг под Джимотэ завершен, дорогие мои друзья. Для вас от души. Вот такая прогулочка получилась. На часах у меня за сегодня 16 тысяч 58 шагов. Я думаю, что это прям хорошее расстояние. Пять из них я пробежал сегодня. Тысяча. А все остальное для вас намотал под Джимотэ. Это где-то 10-11 километров примерно. Потому что у меня шаг почти по метру. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Если есть у вас возможность, поддержите канал на бензинчик, на поездки, на съемки, на кофеечек, на хорошее настроение по номеру телефона, который вы видите сейчас на экране. Буду благодарен за ваши донаты. Ну, а вам всем всего светого, ясного, прекрасного. Пускай над вами не летают беспилотники, как это мы сегодня видели. Дай бог, чтобы это просто проверка поевого системы была от души, душевно. Вам всем огромный привет. С вами был Юрий Озаровский. Всем пока-пока.